Автомобиль года начал подготовку к ежегодному квесту. В этом году он пройдет в городе Санкт-Петербург. Точка старта Москва, а вот до Питера будем добираться по новой скоростной трассе М11. И мы подумали, а почему бы из этой поездки не привести сюжет? Поехали! Команда Автогода отправилась на разведку, чтобы организовать незабываемое приключение для участников квеста. Впереди много задач и деловых переговоров, а главным помощником поездки выступит Volkswagen Multivan. Идеальный автомобиль для путешествий большой компании. А в нашем случае ему придется стать еще и офисом на колесах. Протяженность М11 680 километров. Расчетное время в пути около пяти с половиной часов. Мы проезжаем пункты оплаты, не останавливаясь, потому что у нас есть транспондер. Но, в принципе, можно заплатить и наличными, и картой, только скидки в этом случае не будет. Поэтому, если в ваших планах регулярные поездки по М11, лучше приобрести транспондер и установить его на лобовое стекло. Мы едем с остановками, и первые из них в Твери. Часть заданий квеста пройдут именно здесь. И мы отправляемся на поиски интересных мест. А еще нужно подыскать ресторан, где состоится обед для будущих участников. Прекрасный автомобиль для поездки на любые расстояния. Все, что необходимо водителю здесь есть. Удобство, комфорт, посадка. За рулем не устаешь. Получаешь только наслаждение от поездки. Очень много всяких прекрасных вещей, карманчиков, куда можно сложить мелочь. Всякие вещи, нужные в дороге. Прекрасная динамика разгона. Почти ничего не ест. Заправились в Москве. Стрелочка только дернулась. Немного о скоростном режиме. Когда трассу запустят полностью в работу, он будет 130 км в час. Учитывая, что наши автолюбители оценивают разрешенную скорость как плюс 19 км в час, чтобы не получить штраф, то время в пути от Москвы до Питера составит около 4,5 часов. И 5 часов 15 минут без нарушений ПДД. Быстро, что тут скажешь. И гораздо экономичнее, если сравнивать с альтернативами в виде поезда, самолета, особенно если ты путешествуешь компанией или семьей. Сколько мы уже в дороге? Я вообще не устала. А я, между прочим, успела уже две презентации сделать и на всю рабочую почту ответить. На самом деле, чувствую себя очень комфортно. Вообще сложно назвать этот автомобиль таким автомобилем общепринятым пониманием. Потому что это явно больше, чем автомобиль. Не, ну, на самом деле, действительно комфортно. Потому что, ну, если ты едешь в обычные легковушки, вот это вот, когда ноутбук на коленках, вот это вот все у тебя скатывается, вообще работать неудобно. А я даже вовремя прям моментально пролетела. Но это офис только в премиальном исполнении. И на колесах еще очень удобно. Ну, смотрите, мы сейчас проехали где-то 220 км. А, старт. Наверное, здесь хорошо бы сделать как раз точку отдыха. Ну, да, потому что, во-первых, а, все удобства, б, можно и размяться, даже какое-то задание придумать интересное, связанное со спортом. Кафешка покушать можно. Так, ну что, тогда предлагаю от праздности делать лимонады на единую точку. Да, давайте и отправимся уже в путь, потому что нам еще предстоит проехать 40 с лишним километров. Нас ждут еще переговоры, кстати, на которые мы, скорее всего, успеем. Ну, вот мы и в Санкт-Петербурге. Город нас встретил с жаркой погодой, нетипичной для этого города. Несмотря на долгую дорогу, из прохладного автомобиля выходить совсем не хочется. Толпы туристов и обилие автомобилей попали, что называется, в самый пик и белые ночи, и экономический форум. Самое то для проверки маневренности нашего помощника. Мультивен отлично держится в городском потоке, да и с парковкой нет проблем благодаря системам помощи водителю. Второй день в городе герои, и у команды Автогода огромные планы. День начинаем в парке Тултари, в центре активного отдыха. Возможно, именно здесь будущие участники квеста станут соревноваться за главный приз. Возможности у парка предостаточно, как в летний, так и в зимний период. Проверили трассу, прокатились по зиплайну, пообщались с представителями парка. Все выяснили, пора ехать дальше. Мы на финишной прямой по решению поставленных задач в поездке. Осталось подобрать отель для всех гостей квеста и можем возвращаться. Нашей команде пора домой. Москва ждет. Еще некоторое время назад многих москвичей и жителей Санкт-Петербурга останавливала от поездок между этими городами чрезмерно загруженная трасса М-10. Теперь это в прошлом. Можно с легкостью путешествовать между двумя столицами, не теряя мобильности. И наверняка трасса М-11 позволит жителям двух столиц чаще встречаться.